Всем привет, мои зелененькие братишки и сестренки! Я понимаю, что перестройка базы вас всех очень сильно достала, но тут два варианта. Либо я бы начал новый сезон, либо терпеть переносы всего и вся. В общем, между сериями я довольно много всего сделал, так что наливай чайку, бери печеньки и пошли посмотрим. Запасы перечной пинчи на наших складах, в принципе, огромны, поэтому я отключил полностью водоснабжение вот этого сектора. То есть мы видим, что сейчас у нас водичка уходит отсюда сразу в новый контейнер. Мы начали перегонять вот отсюда воду, а новая плантация пинчи будет у нас находиться вот здесь, но это будет чуть-чуть попозже. В принципе, что я сделал между сериями? Мне там писали в комментариях, ну, теперь ты будешь целую серию строить контейнеры для водорода. Нет, ребят, контейнеры для водорода уже готовы. Здесь у нас стоит фильтр сразу же на всякий случай. Этот контейнер у нас, как видите, заполняется. По водичке, значит, водоснабжение здесь вот можно будет уже сейчас обрубать. Я думаю, что этим мы сейчас и займемся. Но для начала давайте мы вот здесь вот поставим новую теплоизолированную трубу и соединим нашу систему. В принципе, ее можно будет уже запускать. Также я сделал вот здесь вот два переработчика металла, очистителя руды. Но вот этот я еще пока не подключил. Подключил пока только один. Кстати, мне кажется, что вот это вот говнецо надо бы отсюда забрать. Или же, знаете, что надо сделать? Надо поставить здесь освежители. Парочку, парочку, троечку освежителей. Пускай они освежают здесь воздух, потому что эти штукенции будут выделять у нас загрязненный кислород. Это нам совершенно не с руки. Молодцы, красавчики. Что у нас с водой-то? Вода пошла? Вода не пошла. Что происходит? Очень интересно. Подождите, здесь водичка у нас все окей. А вот здесь вода не хочет идти. Ладно, давайте, наверное, обрубать всю эту систему. Сейчас прольется кровь. Да, пролилась кровь буквально. Угу. Перекрываем вот эти двери на всякий случай, чтобы здесь никто не ходил и чтобы вода у нас не текла ниже. Главное не забыть ее потом раскрыть, потому что я это дело очень люблю. Вот эта дверь у меня уже серии 5 была, наверное, закрыта. Я об этом как-то даже и не запаривался. Забыл совершенно. Здесь все можно у нас уже открывать. Значит, что у нас по водичке? Водичка здесь у нас еще доходит. Ну, давайте на самом деле, знаете, что сделаем? Давайте мы сейчас вот это вот все дело мы вытрем. И поставим сюда сейчас перемычку, чтобы она протолкнула воду дальше, соответственно, вот в этот электролизер и уже доработала до конца. Итак, значит, вся наша система сейчас должна запуститься наконец-то. Но для начала, для того, чтобы все это заработало, надо, естественно, ее включить. Этот рубильничек раз. Подождите. Аааа. Угу. Давайте-ка глянем. Что-то я туплю. А, вот этот еще рубильник надо включить. И тогда я надеюсь, что все запустится и все будет работать. Здесь у нас водичка уже 6,5 градусов, так что кислород будет выходить более или менее прохладный уже. Так что замечательно. Так, а почему вот эта дверь вообще открыта? Я что-то не понял. Давай авто здесь поставим. Водород вот отсюда из этих контейнеров, соответственно, идет сразу на водородные генераторы. Я думаю, что будет более чем достаточно его. И нам надо подключить новую систему в старую систему распределения газов. Она у нас, естественно, еще вообще ни разу не подключена. В принципе, вот эти вот водородные трубы надо бы тоже отключить. Давайте мы это сделаем. Ну, как минимум вот так. Подожди, а какого лешего? Хотя, ладно, давайте не будем это отключать. Пускай пока работает. А кислородные трубы мы протянем как-нибудь по-другому. Вот она у нас теплоизолированная труба. И пойдет она у нас как-то, наверное, вот так. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. Ну да. Ставим вот сюда вот перемычечку. И подключаемся, врезаемся уже вот здесь вот. Так, погоди. А что у нас здесь-то труба не соединена ни разу? Когда я успел вот эту трубу сломать? Я еще удивляюсь, что у меня кислород не идет на базу? Еще бы он шел, блин. Значит, с одного контейнера у нас кислород сейчас пойдет. Все. Смотрите, вся система у нас заработала. И водород пошел, и кислород пошел. Давайте, кстати, глянем, какая тут температура. 8,9 градуса. Здесь десяточка. В общем, очень даже неплохо. Температура кислорода примерно такая, какая я и рассчитывал. Самое запарное будет вот эту воду отсюда выкачать. 86 градусов. Эй. Да, наши и так обожглись, когда вот здесь трубы разбирали. Ну, окейушки. Значит, вся эта система у нас теперь работает по металлу. Давайте мы глянем. Значит, здесь поставим амальгаму золота на бесконечно. Отсюда бы надо воду как-то тоже выкачать, наверное. Надо заставить ее буквально работать. Ну, давайте мы здесь поставим просто где-нибудь 5000. И они сейчас в процессе работы всю эту воду переработают. Новая вода сюда поступать, соответственно, не будет. Ей просто банально нет, куда это делать. Вот эта перемычка доталкивает вот эту воду до конца. И все. Кое-что, кстати, здесь уже можно разбирать. К примеру, можно разбирать вот эти вот перемычечки. Так, 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 так. Значит, вот этот клапан нам больше не пригодится. Все это мы убираем. Потихонечку, полигонечку. Так, ага. Нам надо еще с логикой разобраться здесь. Вот это безобразие тоже надо все разобрать. И еще что нужно сделать. Наверное, надо запитать вторую линию тоже. А также мне кажется, что надо все-таки сделать снабжение кислородом выше. Вот этой линии, потому что сейчас его у нас просто банально нету. Наверное, это тоже надо как-то организовать. А также надо организовать откачку отсюда углекислого газа. Вот с этого вот яруса. У нас она была, но я ее снес. И здесь у нас с углекислым газом-то беда. Беда, беда, огорчение. Кстати, господа, что у нас по нашим дятлам? В смысле дубликантам и в смысле по посадочным местам для этих дубликантов. Ну, как я понимаю, у нас они есть. И поэтому нам пригодится свежее мясо. Давайте посмотрим. Мне нужны переносчики. Значит, и желательно с наукой. Атлетика. Науки, правда, нету. Храпун. Маленький мочевой пузырь. Трипофобия не может в копание. Э, господи. Гений геометрии. Геометрия, да. Геометрия не может в строительство. Но зато сила плюс три. Наука нулевая. Ладно, давай тебя возьмем. Тетя Ада. Давай мы. Ада-переносчик. Опасных заболеваний. Напечатать. Значит, тетя Ада. Давай мы тебя сразу же назначаем. Э, блин. Тетю Аду мы сразу назначаем в носильщике. Вообще, конечно, было бы неплохо назначить ее сначала в науку, чтобы прокачать науку и получить дополнительные бонусы. Но нет. Мы ее назначим в переносчике. Как я уже сказал, опасных заболеваний. Пускай переносят микробы всякие. Значит, Ада-переносчик. Вообще, неплохо было бы сразу их называть. Там Гарольд, я не знаю, черная борода. Черная бакенбард. Вообще, он на Пушкина похож на самом деле. Нам надо, значит, снабжение поднять ей максимально. Хранение поднять максимально. Ну и жизнеобеспечение, наверное, на единичку давай поднимем. Занимайся, роднуля. Давай посмотрим. Единственное, что у нас... Да, по-моему, тут у нас есть некоторое расслоение. Давай мы тебя сюда запихнем. Вот так вот теперь поровну. Во всех сменах теперь поровну. И у нас есть еще один очень радующийся... Она еще просто не знает, куда она попала, на самом деле. Если бы она знала, сколько хозяин этой колонии перестраивает эту колонию, она бы офигела и сказала, ну вас нафиг, я лучше так в принтере останусь в виде биоматериала. Но ей, видимо, не дано. Итак, значит, что у нас дальше по плану? Все идет по плану. Ба, да. Я хотел связать второй контейнер со второй линией. Ой-ой-ой-ой. Так, куда бы нам это все зафигачить-то? Ну, в идеале, конечно, вот сюда. А как у нас тут пойдут стеночки? Вот стеночки у нас идут вот таким вот макаром. Значит, давайте мы сделаем следующим образом. Теплопроводная труба у нас вторая пойдет вот так вот с кислородиком. И пойдет она у нас вот сюда. А где мы будем делать выводы кислорода еще дополнительные? Здесь у нас все сделано через задницу. Надо сделать, на самом деле, вот таким вот макаром. Подожди, клапан, клапан, клапан. У нас идет вот так. Все верно. Значит, давайте мы где-нибудь вот на этом ярусе сделаем следующим образом. Здесь ставим перемычку. Газовый клапан. Блин, Клинтон. Ну, не очень хорошо, на самом деле. Не совсем так, как хотелось бы. Потому что вот это же, да, сюда, естественно, нельзя ставить. Ну, давайте поставим вот сюда. И, соответственно, это у нас все пойдет вот таким вот макаром. Чтобы здесь у нас тоже, наконец-то, начал появляться кислород. Потому что иначе просто задница. Здесь им дышать нечем. Ну, кислород здесь есть, но его настолько мало, что его надо просто ловить чем-то. Только в этом случае что-то получится. Эй, давайте, роднули, пожалуйста, достройте мне быстрее эту системку. Так, а почему у нас здесь вода стоит, кстати? Куда эта вода шла? Ага. А, ну да, все верно. Эта вода у нас идет вот сюда в систему охлаждения, которой по факту нету, да? Секундочку. А, ну, блин, не там смотрю. Вот отсюда, значит, вода у нас откачивается. И вообще вот эту систему я потом перенесу в другое место. Сделаю ее более грамотной. Я думаю, что вам это как раз понравится, потому что я собираюсь антиэнтеропильник использовать для этого. Так, здесь у нас все работает, как часы, китайские. Контейнеры с кислородом заполнены от слова полностью. И вот эту хрень надо, в принципе, тоже разбирать. Кстати, вода у нас здесь закончилась, поэтому ее действительно можно уже нафиг разбирать. Пам-парам-пам-пам. Ну да, ну да. Давайте, значит, вот здесь вот сейчас уберем остатки воды, чтобы здесь у нас ничего никуда не пролилось. Ну и разбираем потихонечку всю вот эту системку. Здесь у нас вообще лестница пойдет. Так, сюда мы разрешаем теперь вход. И эту хрень мы всю разбираем нафиг. Примерно вот так вот, от слова полностью. Здесь давай тоже все разбираем. Самое запарное будет, как я уже сказал, откачивать все вот это вот безобразие. На самом деле, чтобы откачать воду, здесь 90 градусов вода, ядрить, мадрить через коромысло три раза. Самый надежный способ, я думаю, что вот эту стеночку убрать. И тогда наши ребятки не обожгутся. Водичка у нас смешается, и все будет хорошо. Да, давайте мы так и сделаем. Разбираем вот этот вот блок. Сразу же сюда ставим пластиковую лестницу. Пластиковую, потому что у нас это будет как раз центральная лестница. Центральный лестничный пролет. И он у нас должен быть пластмассовый, чтобы по нему быстрее бегать. Да, как я и сказал, водичка у нас смешалась. Как видите, здесь у нас температура 32 градуса. Ну, а здесь, да, температура потихонечку падает. Вода смешивается. Но там еще можно получить вполне ожог. Ммм, да уж. Надо здесь поставить где-то, где-то что-то. Надо здесь поставить насос и откачать эту воду тоже куда-нибудь наверх. Наверное, вот в этот вот контейнер. Единственное, что там места может не хватить в этом контейнере. Ох, печаль, беда, разочарование. А, подождите. Ну, какая печаль, беда, разочарование? Когда мы можем, по идее, поставить сюда контейнеры для грязной воды. Вот эти водные резервуары. И накачать воду туда, на самом деле. Вот так давайте два поставим. Соединим их здесь трубами. Вот таким макаром. Ну, и вывод сюда сделаем. Здесь у нас будет такой небольшой запасик воды. Запастик места на 10 тонн. Что позволит нам не перегружать вот этот контейнер. Кстати, почему я вот здесь вот до этого не додумался? Я что-то, ну, грине-балбес. Как обычно. Берт овладел должностью шахтера. Давайте глянем. Берта мы назначаем в старшие шахтеры. Продолжай качаться. Вот этот блочок давайте разберем. Для чего я это делаю? Все элементарно и просто. Я не хочу собирать воду где-то ниже по ярусу. Когда я сделаю вот так. Сейчас она, я надеюсь, стечет вся вниз. А, она стекла сразу вниз. Да? Превосходно. Превосходно и отлично. Можно обратно возвращать вот этот вот блок. Интересно. А, ну да, она же вниз вытекает. То есть она сразу попала вот в этот контейнер, как я понимаю. Так, ну что, значит, значит, можно вот сюда вот ставить тот самый насосик. Кстати, вот этот вот лабудень тоже можно разобрать. Можно разобрать сразу же всю логику. Она нам тоже больше не понадобится. Ну и да, значит, 53 градуса общая температура воды. А, даже меньше будет, когда смешается вот с этой 30-ти градусной. Но тут, смотрите, размер контейнера практически, ну, чуть меньше, чем вот этот вот целиком контейнер. Да, печаль, беда, разочарование. Может быть, даже двух контейнеров здесь не хватит. Ну, если не хватит, достроим там третий и даже, может быть, четвертый контейнер. Это не проблема совершенно. Поэтому давайте ставим насос и откачиваем отсюда воду нафиг. Ен-то раз. Значит, что нас еще интересует? Нас интересует провод. Что происходит вообще? А, ну да. Нас интересует провод, только не этот. Нас интересует вот этот вот второй проводочек. Давай ставим его сюдыть. И откачку воды. Надо организовать. Организовать откачку воды. Давайте глянем, что тут у нас и как. Вот так вот пойдет. Сюда, сюда. Сюдыть. И вот, подожди. Окейушки. Давай-ка мы тогда лучше здесь поставим перемычки. А, перемычки две одна в другую не покатят. Да уж. Ну, ладно. В конце концов, эта вода у нас отка... Подожди. А, ну да. Тут вода у нас идет вовсю. Короче, долго будет она откачиваться. Но мы никуда не торопимся. У нас есть масса других дел. В частности, внизу в ледяном биоме, куда я, как я уже сказал, хочу поставить систему охлаждения воды. Далековато туда, конечно, горячую воду тащить вот от этого источника. Но зато там у нас есть антиэнтропийный терморегулятор. И куда-то вот сюда вот, допустим, можно поставить систему охлаждения водички. Ну и давайте, наверное, вот здесь вот сделаем новую ферму. Нас интересует блок фермы. Переворачиваем их вниз и начинаем делать. Подожди, я, честно говоря, не уверен. Нужен нам там доступ... Точнее, не доступ, а кислород, короче. Нужен нам или нет? Давайте оставим под него место на всякий случай. Вдруг понадобится. И сразу же надо будет здесь сделать... Так, подожди. Вот так вот, да, у нас? Ах, вот так вот у нас здесь, да? Где бы нам сделать... Вот отсюда, наверное, надо нам будет сделать запиточку. Я не хочу больше делать через вот этот блок. Ну его нафиг. Если, грубо говоря, эта штука не работает, да, то у нас как бы нету воды. Это очень плохая мысль, поэтому мы сделаем просто вот таким макаром. Сюда, сюда, сюда ставим перемычки. Соединяем все это безобразие. Тут есть часть труб, которые временные, которые используются для перекачки. Вот эта труба, допустим, это вот откачка вот этой воды, да? Кстати, что у нас здесь? Здесь у нас трубы тоже у нас полностью пустые. То есть, по идее, все вот это можно нафиг разбирать. Это нам больше тоже не понадобится в этой жизни. Все разбирается. Так, подожди. А вот это что за труба вот такая? Угу-гу. А вот ее-то нам на самом деле трогать бы не надо было бы. Там откачка грязная. Ладно, мы ее сейчас восстановим. Когда уберем вот эти все перемычки, мы ее сейчас восстанавливаем обратно. Сделай взад, как было, как говорится. Бедные, бедные растенеца. Ну, все. Видно, не судьба. Одно, кстати, как-то еще выживает, но ненадолго. Так, а что там у нас за газовые трубы такие внутри? А, угу. Это кислородная труба. Наверное, она нам тоже сейчас пока не нужна. Мы ее лучше сделаем тогда, когда она нам понадобится заново. Здесь тоже, соответственно, все это можно убрать. Чтобы нам ничего не мешало и чтобы мы нигде не путались, где нам что надо прокладывать. Терпеть не могу много лишних труб, но всегда их у меня, сука, много. Так, что у нас? С кислородиком у нас вообще никаких, почти никаких проблем. А, ну да, ну да, ну да. Вот здесь вот на клапане надо поставить где-нибудь 200. Иначе у нас кислород ниже вообще не идет. Вот, Гринни, ты балбес натуральный. Вообще нифига не следишь. Вот, теперь все пошло. Теперь все пошло. И теперь я думаю, что... Да у нас и так проблем с кислородом, в общем-то, нету. Его даже, сука, слишком много, по-моему. Здесь у нас вместо водорода уже кислород. Угу. Да, значит, пластинки будут расти на наших дрэконах не так хорошо, как хотелось бы. Итак, значит, тут все готово. Надо теперь вот это вот дело все доделать. А, подожди. Вот здесь вот, да, закрыто. Здесь тоже закрыто. Я все пытаюсь его как-то исследовать, но он, зараза, постоянно пробуждается именно тогда, когда я его собираюсь исследовать. Зараза такая. Ребята, а вот эти трубы вы не хотите мне достроить? Ну, чисто так вот, не специально, буквально там. Ну, будет время, ребят, ну, сделайте, а. Во, молодцы. Слушай, Берт, я в тебя всегда верил. Блин, чтоб я так по дну мог ходить. Офигенно. Хладодыхи. Значит, по поводу хладодыхов. Я хотел бы их пересадить, на самом деле, давай-ка копировать. Вот сюда-сюда вставляем. И, давай, девятый приоритет. Нам надо вот этот запас кислорода немножко остудить. Для этого сюда надо, по идее, подать водород. Если он у нас где-то... О, смотри, у нас тут дофига водорода, на самом деле, который надо куда-то подать. Вот эти контейнеры же нам надо освободить. Поэтому, ну, все замечательно. Давай-ка посмотрим, что у нас тут по трубам. Лишние трубы устраняем. Значит, вот это все мы устраняем. Это мы устраняем. Так, так, так. Кстати, подожди. Вот эти, наверное, можно оставить. Мы их сейчас как раз используем для того, чтобы этот водород подать вот сюда. Блин. Или здесь... Нет, здесь мы не используем, потому что здесь какой-то балбес построил две трубы рядом. Блин, этот балбес везде построил все неправильно. Господи, кто дает вообще право на строительство таким идиотам? Давай обычную трубу здесь вот так вот бросим. Ой. Ой-ой-ой. Вот-вот сюда. Это мы забираем. И сюда нам нужен газоотвод высокого давления. Хотя, нужен ли нам тут высокого давления? Нам там, в принципе, до двух тысяч максимум дотянуть. Я думаю, что и так обойдемся. Вот еще пластик тратить на всякое говно. Так, собственно, вот эти вот давай разбираем. Что тут с водой? 55 градусов. Здесь у нас 67 градусов. Ну и отлично. Главное, чтобы вода не поднималась до 100 градусов. Вот здесь вот. Иначе у нас начнутся проблемы и сложности. Так, генераторы водородные у нас вообще пашут или не пашут? Что-то мне подсказывает, что туда у нас не доходит водород. А, доходит, но его как-то доходит очень мало. Грусть, печаль, беда, разочарование. Потому что у нас дофига кислорода. Его девать уже реально некуда, похоже. И водород. Кислород надо бы подать вот сюда, по идее, да? Еще бы не запутаться, какая у нас труба идет сюда. Так, вот это, вот это, вот это. Блин. Я, кажется, говорил о том, что мне не нравится, когда... Когда очень много левых труб. Не, ну мне это не нравится, конечно. Очень не нравится. Жесть какая. Так, сюда надо тоже поставить, как мне кажется, клапан. Чтобы регулировать, сколько именно кислорода у нас уходит тут. Хотя, а нужен ли нам там клапан? У нас кислорода сейчас такой лютый избыток, что мы можем просто сделать вот так. И вообще не париться. Осталось, чтобы кто-нибудь у нас вообще начал работать и все это достроил. Просто если мы хотим заниматься в дальнейшем вот этим вот биомом, да, и строить здесь и нефтянку, и прочее, 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 мне надо обеспечить запасы вот здесь вот кислорода. Их у нас, ну как бы, костюмы заправлены, но запасов нету. Что вообще ни разу не хорошо. Еще у нас здесь какой-то перелив явно жидкостей в организме. Жесть какая. Так, вот эту часть можно, в принципе, тоже уже перестраивать. Давай сюда мы лестницу продолжим. Это же все-таки центральная, мать ее, лестница. Дубликанты готовы к повышению. У нас Вонючка овладел должностью шахтер. Дожил таки все-таки. Вонючка, давай шахтерь дальше. Слушай, вот эту дверь давай тоже мы сейчас уже можем разобрать, наверное. От электричества она уже отключена, и поэтому она сейчас, в принципе, только мешается. Лютейшим образом. Здесь тоже мы продолжаем пластиковую. Так, вода отсюда, я не знаю вообще, она откачается отсюда когда-нибудь. Как-когда-нибудь. Ну, надеюсь, что откачается. Так, тут у нас все хорошо. Здесь у нас полный контейнер уже, золотишко. Ну, а здесь можно, в принципе, блин, вода до сих пор здесь есть долбанная вода. Какого лешего ожидает хладагент? Блин, если я ее сейчас разберу, она тут все затопит. Ну-ка, давай сделаем тогда вот таким вот макаром, чтобы если уж топило, то топило в ту сторону. Вот это можно разбирать уже сейчас. О, отлично. Все, это все можно разобрать нафиг. Ммм, слушай, малявка, как ты сюда попал вообще? Откуда он здесь взялся? Те не холодно, нет? Ты на чем летаешь-то, на гелии или, блин, на водороде? Чертова знает, на чем он летает, но, надеюсь, ему не холодно. Так, отличненько. Значит, осталось откачать вот этот вот резервуар, и все будет вообще нормалды. Так, смотрите, здесь у нас тоже с кислородом все прям замечательно стало. Ну, относительно. 800 граммов, это все-таки не 50 граммов. А можно даже, наверное, еще куда-то этот кислород зафентифлюшить. Куда-нибудь наверх. А, ну, смотрите, здесь кислород откуда-то появился, непонятно откуда. А здесь у нас долбанный углекислый газ, с которым надо тоже что-то обязательно сделать. Противоестественное. А еще, а еще, у нас есть другая проблема. У меня здесь накрылся насос. Здесь температура 126 градусов. Если я сейчас отправлю туда какую-нибудь пешку, в смысле дубликанта, чинить, то он превратится в люля-кебаб. Что меня, в принципе, не сильно устраивает. С другой стороны, у нас есть еще вот этот насос, который, в принципе, может какое-то время поработать и откачать какое-то количество газов отсюда. Поэтому мы можем что сделать? Мы можем вот эту дверь сейчас сделать открытой. Я, единственное, не знаю, смогут они ее сейчас открыть, учитывая то, что она запрещена к открытию. Не знаю, сейчас проверим. Парнишка, да. Вот, и вот этот насос начнет откачивать отсюда воздух и сейчас сгорит тоже к чертовой матери. А-а-а! Ребята, это плохая была идея. Блин, капец, какая плохая идея. Ты дебил! Да твою мать, что, вот подобрать больше нечего, да? Подожди, этот у нас на что вообще реагирует? Э-э-э-э. В смысле? Вывод газа любой. Фильтр вывода. Алло, роднуля моя, на природный газ ты должен реагировать. И что, типа, а, ну, сейчас, сейчас, по-моему, да, сейчас все по звезде пойдет. Хи-хи-хи. Гриди, ты, ты, ты балбес. Ты натуральный балбес. А-а-а, я вот не знаю, почему столько циклов здесь все было хорошо и внезапно наступил лютейший звездец. М-м-м. Я прям действительно не могу понять, что произошло, что случилось. Но, походу, дело здесь у нас все плохо, да? А-а-а, почему ты, кстати, не хочешь дальше качать сейчас? А-а-а. Ффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффф Ладно, тогда мы делаем следующим образом. Значит, здесь ставим авто. Разрешаем туда проход. Здесь тоже разрешаем проход. И ремонт на девятку. Давай, давай, бегом ремонтировать. Может быть, из этого что-то выйдет. Нам надо откачать отсюда этот долбанный горячущий газ. И как-то поставить туда, наверное, хладодых. По-моему, сейчас кого-то отсюда вынесут вперед ногами. Ребят, фиг ли вы делаете? Вам что, заняться нечем? Почините долбанный насос, а не собирайте там долбанный... Ресурсы. Балбесы! Идиоты! Господи! Кто у нас занимается ремонтом? Нет, они ресурсы собирают. Что происходит вообще? Так, подожди, давай посмотрим по приоритетам. Что такое, значит, уход? Это ремонт дубликантов. Это нас не интересует. Значит, террариумы водоросли. А, твою мать. Управление сложными... Космические экспедиции. Генерировать электричество. Сбрасывать давление в скважине. Тренировка. Блин, а где, мать, его ремонт? Сука. Давай вот так вот тебе поставим сейчас. Может быть, ты тогда пойдешь ремонтировать. Вот ты, скотина бешеная, а? Если я туда сейчас поставлю... Во, заработал, заработал. Ненадолго, правда, но заработал. Температура 125 градусов. Ну, когда же отсюда вынесут кого-то вперед ногами, мне интересно. Вот, вот ты, блин. Так, подожди. Если мы поставим вот сюда, допустим, горшочек. Допустим, с золотом. Ничего не изменится. Давайте мы поставим тогда вот сюда вот этот блочок. Вот эту хрень мы сейчас разберем. Поставим ниже цветочный горшок. Мне вот другое интересно. Почему вот здесь вот у нас все в порядке? А, потому что у нас здесь стоит холододых. Грини, ты балбес! Подожди, а зачем мы тогда так извращаемся? Разбирать что-то там. Давай сразу поставим сюда холододых. Холододых. Так, окей. Девятый приоритет. Буквально срочно, буквально вчера. Откуда мы можем забрать холододыхи? Теоретически можем их забрать вот отсюда. Здесь они не настолько важны, как внизу. И сюда на вход надо было вот такую же хрень поставить. Костюмчик. Может быть тогда бы никто не умер. Ну, хотя они и так не умрут. Я думаю, их вынесут. У нас там есть медицинские койки. Ничего страшного. Как-нибудь переживут. Отличненько. Холододых, скорее всего, там загнется. Просто при такой температуре. Вряд ли он будет себя там комфортно чувствовать. Копировать. И давай-ка мы сейчас, значит, применим это все дело вот сюда. Господи. Ставьте холододых скорее. Я в вас верю, ребята. И в холододых я очень верю. Главное, чтобы его туда кто-нибудь поставил. Девятый приоритет. Тащите, мать вашу, холододых. Косоруки и рукожопы, блин. Если, блин, вы будете дальше так работать, то я вам устрою трахензепопен в Роттердам через Попенгаген, уроды. Во. Отлично. Только ему сейчас, мне кажется, сильно поплохеет. Ну, температурка тут, в принципе, у нас в районе 100 градусов держится. Это значит, что эта хрень, по идее, продолжит работать. И, скорее всего, даже не сломается. Возможно. Итак, что я там собирался сделать? А черт его знает, что я собирался сделать. Вода у нас отсюда откачивается, но крайне медленно. Здесь она заполнена по полной программе уже. Кислород у нас идёт. Здесь всё хорошо. Ну, я думаю, что да, с этим у нас всё в порядке. Надо только вот с этой водой что-то сделать. И мне кажется, что всё-таки придётся сюда ставить больше. Нам понадобится больше золота. Давайте ещё водные резервуары парочку поставим. И сразу же их, соответственно, запитаем. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Так, вот так вот мы их запитаем. И уже вот отсюда. Ага. Ага. Вот ты гад какой, а. И как мне тогда это сделать? Ну, блин, это какое-то лютейшее извращение получается. Вот так вот. А эту, соответственно, мы разбираем трубу. Одну. Фелиздипец вообще. Давайте, забирайте, ребята, быстрее. Руки в жопу. О-о-о. Руки в ноги. Ноги в руки. И вперёд. Что-то они все прям покоцаны. Надо бы их, наверное, полечить. С другой стороны, стресс у нас почему-то упал. Я даже не знаю, с чем это связано, но стресс у нас реально упал. Так, что здесь по температуре? Значит, температура 26 градусов. Выкачали ли мы отсюда весь водород? Да, весь водород у нас отсюда тоже выкачан. И, значит, можно благополучно разбирать всю... Нельзя благополучно разбирать всю эту систему. Какого лешего? Уберите мне отсюда весь кислород и закачайте сюда уже... Да. Короче, вот эту хрень надо всё-таки разобрать. И поставить сюда высокого давления, чтобы избавиться от остатков водорода. И, может быть, накачать его ещё побольше. О-кеюшки, с этим разобрались. Давайте теперь газоотвод высокого давления. Что у нас здесь-то происходит? Давайте глянем. Может, там уже всё развалилось? Нет, смотрите, всё продолжает работать. А я думаю, что происходит? Почему у меня не идёт нормальное заполнение вот этих контейнеров? Теперь понятно, почему. И это значит, что мы, возможно, не сможем дожить до следующего цикла. Эта штука у нас, наверное, сейчас работает. Следующая активность через 6.2. А, нет, нормально, доживём. Усё будет хорошо, наверное. Ну что, ребят, на этом наша серия, наверное, подходит к концу. В следующей серии я уже займусь антиэнтропинником, наверное, и буду уже заниматься строительством. Потому что основная перестройка у нас уже закончена. Хотя она идёт по плану, как говорится. Но надо уже приступать к строительству чего-то новенького. В частности, к освоению антиэнтропинника и к изготовлению системы, которая уже действительно не будет требовать вмешательства наших ручек в охлаждение. То бишь, надо сделать нормальные датчики, которые будут открывать эти двери вовремя. В общем, там посмотрим. Надо посидеть, поэкспериментировать. И надеюсь, что у нас всё получится. Плюс надо обязательно сделать таки вот эту ферму. Потому что у нас уже есть тут запасы воды. Правда, у нас скотина нагрелась до 35... Да? А, подожди, нет. Я не туда смотрю. 13,3 градуса. 16 градусов. Не, с водой всё в порядке. Я уже испугался, что у нас вся чистая вода нагрелась до 35. В общем, если вам понравилась эта серия, обязательно ставьте лайкосики. Подписывайтесь на канал, если ещё не подписаны. Ну и напомню, чтобы видео выходили по этой игре, видео должно набрать хотя бы там 400-450 лайков. Я думаю, что вам не слабо. Ну а с вами был Гринни. Всего доброго. Всем пока. И отличного настроения. Я пойду гробить дальше наших дубликантов. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok